Девушка, молодец! Десять спортивных команд предприятий химической отрасли «Прикамья» выявляют лучших в лыжных гонках краевого этапа «Спартакеады Росхимпрофсоюза». Свыше 100 участников поделили на 4 возрастные группы. Мужчины бегут сегодня 5 километров, женщины 3 километра. Вот такая дистанция. Люди у нас, конечно, будут как можно больше награждены. И лично командное первенство, то есть каждый человек получает кроме какого-то призового места, своего места в группе, и он еще и приносит очки команде. Старт не массовый, а индивидуальный. Спортсмены стартуют через каждые 30 секунд. Лыжница с номером 4 еще до официального старта прошла дистанцию, оценила состояние лыжни. Хорошая, ну мягкая трасса, конечно. Снег сегодня выпал. Дистанция 3 километра, она для вас какая? Тяжелая, средняя или вот самая оптимальная? Самая оптимальная, ну по тяжести сложная. В ожидании приглашения к старту разминаются и общаются колейщики, которые несколько лет участвуют в разных дисциплинах внутри корпоративной спартакиады и спартакиады Росхимпрофсоюза. Соревнования проходят по плаванию, тоже принимаем участие в плавании. И гири, ездим в Губаху, тоже принимаем участие. Ну а самый все-таки ваш любимый вид спорта? Это, конечно, лыжи. Дистанция, на которой у вас все замечательно получается? Ну, приоритета нет, какие дистанции бежать. Все получаются на 100%. Как готов. Во второй день соревнований прошла эстафета. По итогам двух видов личного первенства и эстафеты на первое место вышла команда «Уралхим» «Пермские минеральные удобрения». На втором – «Уралкалий» «Березники». Третье место у команды «Уралкалий» «Соликамск». Добавим следующее соревнование спартакиады Росхимпрофсоюза «Волейбол среди мужчин». Приходите поболеть за своих в Дом спорта «Каллиц» 10-12 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова